елена георгиевна приветствую вас добрый день лена георгиевна без мир долго следил за тем как собирались потом выбирали и все-таки выбрали президента соединенных штатов трамп цитирую вас черный лебедь и слон в посудной лавке одновременно расшифруйте эту мысль да я первый пост наверное вчерашний на своем телеграм-канале сделала такой так вот черный лебедь метафора которая сегодня всемирно известна и она принадлежит на всему талибу автору наверное на одного из наиболее успешных интеллектуальных таких вот с и логика черного лебедя такова то что вы не знаете гораздо важнее того что вы знаете черные лебеди приходят в мир именно потому что их никто не ждал а под заголовок книги ведь под знаком непредсказуемости и вот с моей точки зрения эта метафора отражает истинную суть современного трампа он непредсказуем во-первых потому что трамп 2.0 совсем другой чем трамп 2.1 почему изменилось время изменились подходы изменились цели тех кто стоит за трампом изменились мы которые скажем варимся во всем этом соку многие аналитики и политики пытаются прогнозировать трампа и что может привести к неверным совершенно прогнозам поскольку они исходят из того что мы знаем а черный лебедь появляется именно тогда когда его не ждешь кроме того не стоит забывать что у ряда экспертов есть еще и иллюзии относительно трампа вот хотя его прежние решения говорят о том что это вообще не наш президент вот вот вы прям сняли с языка вот как мне показалось особенно в россии сложился но своего рода трампизм если хотите такой российский трампизм то есть вот почему-то стало принято считать что вот трамп это хороший американский президент который с которым все будет как-то лучше чем было раньше ну да чуть попозже мы об этом поговорим мне кажется да вот все таки недооценка случайного характера предсказываемых переменных она рождает вот этих черных лебедей иными словами как говорил секс эмпирик никогда не стоит торопиться с выводами и вот в чернолебяжьих терминах это означает что невероятное нас настигнет если мы дадим возможность этим невероятным управлять и поэтому к подходу трампа почему это все рассказываю что к подходу приходу трампа надо подходить очень критично а главное детально изучить ну насколько это возможно конечно тех кто стоит за ним тоже немножко попозже я надеюсь мы об этом поговорим это первый момент а вот фразеологизм слон в посудной лавке ну буквально с моей точки зрения характеризуют трампа ведь политика это очень хрупкий ломкий организм его равновесие легко разрушить а трамп он резкий жесткий неискушенный в проблемах которые он пытается решить и причем решить на сколько тем самым очень легко может разрушить вот этот хрупкий баланс но приведу лишь один пример визит в учить и белый дом в сентябре 2020 года тогда было подписано соглашение с сша об экономическом сотрудничестве с частично признанной республикой косово но учить тогда говорил что это ни в коем случае это соглашение не означает признание причина и так далее ну оставим это на совести в учить и речь о другом вот о том к осло о слоне в посудной лавке дело в том что беседа трампа с учить чем прошла в подчеркнуто унизительном для сербского лидера формате он сидел как на допросе на стульчике как бедный родственник перед барином на дальнем большом расстоянии а вот трамп это человек который а трамп ему что-то вещал так помпезно пренебрежительно вот трамп это человек который обижает вот специально или нет это другой вопрос но он обижает не просто людей поскольку он не с простыми людьми общается а глав государств значит целые народы другой пример это когда на саммите нато принимали черногории он с такой силой ударил по спине джукановича лидера джукановича можно по-разному относиться но это же все засняли камеры я уже не говорю про упражнение в его рукопожатия когда он издевался над рядом политических лидеров включая японского премьер-министра и и там типа получал от этого какое-то удовольствие да вот я не знаю физическое эстетическое так далее так что трамп это и черные лебеди слон в посудной лавке одновременно то есть его личность все равно прорывается это какая-то с одной стороны актерскость с другой стороны это демонстрация вот такого парня на улице который может подойти к любому мальчишке во дворе с циркулем и сказать отдай кошелек ну вот эти о том кто за ним стоит и стоит ли вообще вот мы наблюдаем особенно последнее время это обострилась борьба борьба между глобалистами и ультра глобалистами я имею ввиду опять глобальном смысле за право но развивать развиваться по своему сценарию в мире и развивать мир соответственно а где между ними трамп и если он между ними бунтарь ли он одиночка так как он выглядит во всяком случае как его преподносят нам очень интересный вопрос и вот отвечая на него я бы хотела вспомнить сериал миллиарды полагаю вообще что все занимающиеся американскими делами должны с карандашиком в руках внимательно отсмотреть к сожалению все семь сезонов это огромный сериал мне почти на это полгода ушло и это гораздо более серьезная вещь чем карточный домик так вот в последнем сезоне интригующий сюжет сейчас вообще будете смеяться да дерзкий беспринципный холодный коварный жестокий миллиардер по имени майк принц баллотируется на пост президента сша 2024 году сериал вышел двадцать втором году но прежде чем публично заявить о своем решении он едет на смотрины в клуб старых денег в далекую чащу где даже удобство кстати на улице но именно в тиши соснового бора собираются те кто реально определяют политику и кто выбирает там они выбирают из двух людей ну и хотя в результате принцу этому кандидату все обломилось но не в этом суть а в том кто принимает решение о президентстве и вот еще в начале 80-х годов американский следователь паул фасель провел очень большое аналитическое рассуждение и в конце концов вывел такое понятие как класс за пределами видимости мы с вами рассуждаем о публичной политики а те о тех людях которые представлены представлены в сми прежде всего в мемуарной литературе там в кинематографе и так далее так вот в чем специфика вот этого класса за пределами видимости в том что принадлежность к нему определяется не только и даже не столько заработанным богатством сколько объемом унаследованных денег по сравнению заработанными то есть ты можешь зарабатывать но у тебя фундамент должен быть гораздо серьезнее и больше но главное что это знание исторический опыт вкус то есть это деньги трех четырех поколений минимум лучше если и больше и конечно эти именно представители определяют политику и вот в этом сериале который мы сказали там это очень хорошо показано столкновение старых и новых денег но вы мне можете сказать а новые деньги что ничего не решают что ли нет конечно решает они нужны для проведения кампании именно новые деньги вливаются во все рекламные там постеры встречи на там фуршеты и тому подобное но решение какой кандидат будет все-таки выставляться принимается на закрытых смотринах вот этих вот людей которые принадлежат классу за пределами видимости и вот я например не согласна смотрели чем фурсовым в том что трампа наняли он все-таки на определить с определенного уровня уже нанять сложно нанять можно санду зоробешвили пашиняна ну и так скажем остальные там балканских всяких деятелей мы можем перечислять и так далее а вот трампу поскольку у него уже все-таки есть значительный вес и опыты ему предложили поучаствовать в увлекательной игре в увлекательной игре и он согласился потому что во первых эта игра ему нравится и мы видели с предыдущий срок что ему нравится что он хочет этого но в то же время конечно мы уже сказали что время изменилось задачи изменились определенные условия для того чтобы у него все сложилось и он оказался на вершине как актер ему нужно уже выполнять какие-то иные задачи чем-то задачи всегда ставятся перед любым кандидатом президента соединенных штатов и конечно за трампом сейчас большие деньги и старые новые часть новых денег и старый и и кланы но повторяю это трамп это не исключение чтобы не сложилось сложного впечатления за любым американским президентом часть стоит кланов и часть денег как новых так и старых поэтому мы и наблюдаем постоянно вот эту вот игру перетягивания к но опять же каждый клан он ведет иметь свое представление о будущем у кого-то есть дети тот озабочен о том что мир был безопасным по крайней мере очаговые моменты которые были бы безопасности а у кого нет денег да им наплевать они так скажем будут экспериментировать цифровизация биотехнологиями и так далее по полной катушке поэтому и задачи разные для разных кандидатов у представителей этих кланов так что я думаю здесь вот это мы должны понимать то есть трамп действительно он соединил восприятие где там да он соединил часть кланов глобалистов и часть ультраглобалистов которые в какой-то момент так скажем их интересы совпали кто-то хочет заработать денег кто-то хочет вот я сказала на оставить более менее безопасную планету для своих детей а вот что по поводу бунтаря одиночки но вообще-то никто никогда в большой политике одиночки ведь не выигрывают и либо они если выскакивают то в очень такие вот действительно турбулентные времена на условиях революции например это может быть такие данка они появляются да вот совсем уже в кризисные моменты но они долго не живут и мы недаром знаем известную максимум что революция пожирает собственных детей вот но большая политика это долгая многоходовые истории поэтому одиночки здесь не приживаются и они даже становятся опасны в какой-то момент потому что иначе если как на тебя там скажем влиять но с другой стороны как мне говорят специалисты по антитеррору то самый опасный конечно субъект в терроризме это как раз таки одиночка потому что вычислить его сложнее всего но там то он скрывается в политике он наоборот хочет быть услышанным увиденным поэтому конечно трамп это не одиночка и не если бунтарь то очень определенных рамках с той точки зрения что вот ему сказали здесь нужно действовать и ты вот это разрушай вот то что расчищай себе пространство вот в определенных рамках вот в этом смысле поэтому мы и говорим да что он жесткий что он там дерзкий он может изменить какие-то поставленные разрушить поставленной цели ну то есть так или иначе это человек системы и как многие воспринимают что вот он такой весь ломающий правила и устои то ни в коем случае нельзя так считать и говорить конечно конечно александр григорьевич лукашенко поздравил трампа и своем поздравлении назвал то что произошло указал на то что личный подвиг для непосредственно самого самого дональда трампа уж не знаю что он имел ввиду возможно то что на него покушались несколько раз но я думаю что не только это я думаю что конечно лукашенко который как никто другой знает новейшую политику прекрасно потому что более 30 лет вот в большой политике совершенно разные эпохи политически он пережил и сталкивался с разными американскими президентами и надо сказать что избрание александра григорьевича в августе двадцатого года трамп не признал легитимным и не поздравил александра григорьевича но вот этот жест который сделал лукашенко говорит о том что белорусский президент думает о будущем в своей республике это очень важно и свои какие личные там скажем обиды он на второй план отводит это очень важно второй момент касающийся так скажем подвига личного трампа действительно когда на тебя покушаются несколько раз и когда разговоры о том что будет еще покушение что трамп не дойдет до президентской гонки конечно можем списать это на пиар там скажем на подогревание интереса достаточно вспомнить фигуру ющенко который лег под нож хирурга для того чтобы изуродовать себе лицо и быть страдальцем чтобы за него проголосовали люди на президентских выборах это тоже нельзя списывать но тем не менее трамп боец это никто не списывается счетов действительно он бьется аки гладиатор на ринге так вот но в то же время я думаю что наверное александр григорьевич складывался еще один смысл в это послание том что мир находится на очень большом переломе и трамп явно будет проводить политику но если не полностью противоположную по администрации байдена но все-таки несколько иную и в том например русле если взять внутреннюю политику антимиграционного законодательства и вот это вот всей повестке это же действительно вызов учитывая то количество мигрантов и вообще целой системы которая вокруг этого сложилась в америке существует то есть в этом смысле трамп бросил вызов целому сегменту общества начиная от низов и заканчивая верхами которые на этом зарабатывают и это конечно тоже дорогого стоит плюс вопросы связаны с тем что но фактически штаты сейчас ведут три больших войны это мы не должны забывать это открытая война на ближнем востоке на территории украины и латентная пока ну фактически уже война это в азии это с китайские китайский тайваньский вопрос они же нагружают это вооружением они формируют политическую повестку фактически в этой войне участвуют и как вот сохранить с одной стороны величие америки все-таки вернуть ее золотой век и в то же время не надорваться вот в этом гегемонизме свое время вот еще в шестнадцатом году правда эдвард лютвак сказала трампе что на 90 процентов трамп это неизбежность американской внешней политики сегодня мы эти слова можем повторить потому что да как вот они будут выкручиваться вы же вы же опять же в своем телеграм-канале белый фильм который кстати всем рекомендую пишите что да это ответ на политику экспансионизма которую проводили соединенные штаты что не так делала предыдущая администрация и вообще вот лагерь скажем так управленцев соединенными штатами что трамп стал вот таким ответом и стал такой возможностью да здесь конечно в несколько минут не уложишься но попробуй вот смотрите слишком активное присутствие во всех регионах мира обременительно для любой державы даже самый так скажем богатые и успешные в общем-то на экспансионизме как мы помним и рим надорвался и любая страна надрывается и советский союз кстати не случайно сейчас все больше появляется исследований в том числе в соединенных штатах не говоря уже там право великобританию где активно этим вопросом занимаются посвящена анализу позднего ссср его сравнение со штатами именно речь идет об избыточности внешнего присутствия за при причем когда это присутствие расширяется ты уже перестаешь очень многие аспекты контролировать и должен передавать так скажем менеджерам управленцам которые оказываются не совсем компетентны коростолюбивы и так далее и более того в самой америке проблемы растут как снежный ком и еще очень важный момент что закон эшби никто не отменял чем он звучит шеннана виннер и шеннана эшби господи да о чем он управляющая система должна постоянно превосходить управляемую по мощности и сложности но берем штаты как управляющую систему остальное вот мир например европа там азия да ладзинская америка управляемая и вот управляющая система должна быть всегда лучше превосходнее и по мощности по сложности а что значит по мощности значит иметь возможность управлять в противном случае тебе не будут подчиняться и мы эти видим уже проколы постоянно начинает венесуэлы заканчивая афганистаном рядом даже европейских стран и так далее это по мощности то есть ты должен иметь возможность управлять а это не только деньги это скажем технологии в конце концов люди которых ты тоже готовишь и ставишь а по сложности что такое это иметь возможность осознавать объект управления в полной мере в необходимой полноте его внутренних и внешних связей то есть ты объект должен осмысливать во всей сложности его истории социальной картины культуры и так далее я недаром приводила пример с визитом в двадцатом году в учище к трампу вот этой балканской сложности он не понял он сказал я договорился я подписал с вами соглашение дети выполняйте а если бы он так скажем красиво обнял посадил с собой рядом растопил да в своих объятиях в учище может быть и косовский вопрос то по сейчас другой парадигме вообще находился трамп вот этого не понимает пока но может быть ему подскажут но предыдущая администрация точно этого не понимала и вообще кадровый голод который имеет место в штатах но он что называется выпьет он во всех людях представлен начиная в предыдущей администрации начиная от пресс-секретарей белого дома и заканчивая советниками президента поэтому сейчас идет тщательный подбор команды трампа и мы уже точно знаем что люди достаточно разбирающиеся в теории сложности в частности в законе вина рошена на эшбе там будут присутствовать и конечно не идеализируем маска но он как высочайшего уровня менеджер он конечно хорош или тот же такер карлсон это человек совсем с другим интеллектуальным бэкграундом и сейчас будут приходить совсем другого качества люди то есть при трампе система управляющая американская система должна стать сложнее чем она была при байдена но потому что движение в качестве кандидата президента камала харрис но это просто вот расписаться по полной программе в своей неполноценности целого сегмента американского общества речь идет о демократической партии вот стоящих за ними люди определенными группами так что мне кажется вот такая задача с одной значит создать более сложную систему перед перетрясти внутри себя все вот как бы переварить накопившиеся проблемы не обязательно это удастся но какая-то передышка все равно будет не обязательно удастся это в полной мере но эта передышка даст возможность и осмыслить что-то сбросить балласты но условно говоря отказаться от какой-то поддержки какого-то лидера в том или ином регионе но сосредоточиться на более серьезных вещах и я думаю что мы это увидим ближайшее время с точки зрения менеджмента вот знаете пусть справляются как хотят вот на самом деле это их история нам-то интересно как это все отразится так или иначе на нашей жизни и вопросы ведь не праздны например конфликт на территории украины и тут я наверное связываю во многом тот самый трампизм но в кавычках среди россиян ведь именно от него звучали постоянные такие заявления что если я стану президентом мы покончим с этой войной там 24 часа там этом прекратим эту помощь сейчас смотрю маску же троллит ну там интересная картинка последний доллар для зеленского наверняка вы видите смаз который в команде трампа это уже очевидно с этим ли связан как раз таки тут самый симпатии к трампу назову это так среди многих россиян и действительно ли способен способен ли он на самом деле вот к таким кардинальным решением в том числе и по отношению к как вот он может влиять на украинский вопрос ведь мало того чего хочет трамп есть россия туда да это очень важно есть другие участники вот это вот представление о трампе как о своем парне конечно если это в общественном дискурсе присутствует только тем более в таком смеховом аспекте в роли политического анекдота это в общем то все равно да но главное чтобы эти настроения не проникали в кабинеты где принимаются тельные решения мы об этом уже говорили что трамп конечно это президент соединенных штатов и причем не в стаж не всей америке а той америке богатой успешной и дальновидной которая поддержала его и ресурсами разного рода и деньгами и он будет отстаивать их интересы и нужно понимать что да с одной стороны три войны одновременно это тяжело но в то же время не надо питать иллюзии в том что траектория войны изменится сразу это по принципу трамп пригласит владимира владимировича и так скажем гражданина зеленского к себе скажешь ну все давайте договаривайтесь как в учеча и курти но это совсем разные величины втором может быть это себе в голове представляет но это просто невозможно просто по всем факторам исторического и политического развития второй момент чего не скажешь что называется предвыборном пылу конечно зацепиться за эту фразу мы можем и это был именно для нас потому что для американцев среднестатистических американцев вообще это не важно где это украина они уже давно забыли абсолютно верно это больной для нас вопрос если бы трамп принял решение прекратить поставку вооружений в общем то это было бы это и означало бы окончание войны на самом деле но ему никто это не позволит сделать по крайней мере так быстро потому что и финансовые структуры и военно-промышленный комплекс и смежные производства которые работают на этот сегмент войны они конечно заинтересованы в продолжении с другой стороны что необходимо проводить и собственную модернизацию есть еще потребности как мы сказали уже на ближнем востоке и в юго-восточной азии но тем не менее он должен посоветоваться с военно технологическим лобби и с определенными банковскими структурами захотят ли они так вот скажем это быстро решать но в то же время это ведь может иметь и геополитические издержки то есть чего получается что америка уходит с той зоны за которой она так боролась это тоже на очень странно поэтому я думаю что в в пока наши победы на земле не станут еще более ощутимы значимы видим продвижение по фронту идет соответственно никаких серьезных предложений стороны трампа не будет они будут такие вот носить словно говоря риторические какой-то смысл такой вот я не знаю как популистка популизмом наверное отвечать и так далее я не отношусь к этому этим предложением серьезно поэтому надежд никаких на это не питает нужно побеждать на земле трамп и европейские лизеры вспоминаем трампа предыдущего то версии президентства и сейчас мы помним как он лихо выкручивал руки просто все это касалось первую очередь финансирования нато первую очередь но не только и вообще такая занимательная история отношений трамп и как раз таки данном случае не какая-то администрация президента трамп конкретно и европейские лизеры как думаете вот в этом случае можно апеллировать к предыдущему трампу он будет таким же мне кажется что в отношении европейских лидеров он будет продолжаться оставаться очень жестким и непримиримым но грубо говоря опущение европы при трампе продолжится что же вот касается опущение имеется ввиду социально экономическое финансовое прежде всего что уже касается самих европейских лидеров то нельзя было сказать что европа была готова к избранию трампа но она готовилась к избранию трампа при этом очень активно держала скрещенными пальцы за харрис но тем не менее она готовилась да вот к этому процессу и подчеркнутое лизоблюдство бегство на перегонки по поводу того чтобы отправить поздравительную телеграмму дорогого и всеми любимого дональда джоновича с избранием конечно уважение трампа к этим лидерам не добавит он и так их рассматривал как фигуры на шахматной доске которые много пнуть дернуть там скажем да обозвать как-то и так далее не ответить на телефонный звонок все это я думаю продолжится то есть вот это вот на храпистость жестокость формулировках все это будет присутствовать но с какой целью до защиты американских интересов интересов американских компаний американских банков американских военных и так далее ему это нужно а не того чтобы его там скажем боялись а вообще-то главная задача мы уже это не раз говорили сохранить гегемонию сша но просто так скажем ее как-то переформатировать а это невозможно без перемалывания богатеньких пока еще и средненьких людишек корпораций компаний которые пока еще представлены в европе а война кстати как под которую в общем то америка подвигает европу для белого дома может стать даже выгодной потому что после войны как вы помните самой страшной предыдущей войны последовал план маршала который существенно обогатил помимо контрибуции да обогатил соединенные штаты поэтому я думаю что план маршала 2 может быть вполне не за горами если европейцы пойдут за трампом как крыса за крысоловом потому что вот на самом деле пока идут не то чтобы за прям за трампом но за американцами да и дальше дальше пойдут за трампа вот в на эту да большую войну и и я на них все больше и больше будет перекладываться вот это вот бремя а финансово и экономической военной и людское потому что нужны ресурсы для войны вот вы говорили о том что держали скрещенные пальцы европейские лидеры захарис к слову лукафенко назвал трампа избранным президентом еще до того как объявили результат выборов и все стало понятно что называется вот это вот чутье действительно наверное а может быть не только обывателю белорусу россиянину вот это вот смена фамилии президента ввиду того что так или иначе это в любом случае человек системы это в любом случае который не будет думать о том как жить лучше иванова петрова сидорова в наших широтах он будет заниматься тем что думать о том как действительно вернуть величие америки как отстаивать интересы тех самых там промышленных финансовых и еще бог из каких кругов за которых за ним стоят но что должны понимать в первую очередь наши люди когда вот сейчас вот на них сыпятся эти новости там трамп там трамп здесь трамп немножко такая аллюзия у меня возникла в 1945 году его андрич это сербский писатель закончил роман называется мост на дрине 60-е годы он получил нобелевскую премию по литературе тогда нобелевки давали действительно за мастерство слова и там в этом романе есть замечательная фраза которая демонстрирует столкновение интересов больших держав российской империи австро-венгрии османской турции так далее она выражается буквально в одном предложении где-то там в большом далеком мире бросают кость бьет гонг и решается судьба каждого из нас конечно брошенные кости в америке удар в гонг в штатах или в европе конечно так или иначе или в москве или в лондоне отражается на жизни обычных людей и и мы должны понимать что тот кто не занимается политикой все равно политикой им занимается и это отражается в самых разных аспектах начиная от культуры заканчивая экономикой начиная от спорта заканчивая финансами и так далее и приход трампа я думаю принесет с одной стороны что-то новое это безусловно но в то же время может повториться что-то из предыдущего чем мы уже знаем но мы уже сильны потому что мы это уже знаем и например именно при трампе произошло расширение серьезное на балканском фронте нато и самая дружелюбная страна по отношению к россии черногория в семнадцатом году стал членом нато за ней последовала македония тоже достаточно доброжелательная страна так что о чем это говорит вот из предыдущего да то есть достижение интересов америки и расширение нато как и структуры американской потому что никаких иллюзий не должно быть до что это там коллективная какая-то структура и так далее но может продолжить поэтому все разговоры о том что скажем украина когда-то может вступить на то может быть даже там скажем какой-то ее осколок и так далее может продолжиться я не исключаю возможность что учитывают последние шаги я думаю это будут продолжено огромное внимание к армении и возможно на кавказе армения станет первой стороной которая вступит с нато но может быть не при трампе но те действия которые совершает ереван в отношении у дкб понятно что он расчищать себе площадку взрывает мосты и готовит себя так сказать в качестве невесты для на господина вот так что это возможно и это надо понимать но как я уже сказала траектория войны в отношении нашей страны россии не изменит а беларусь является прямым самым близким союзником чем союзного государства значит и беларуси будет в общем то нелегко но в то же время трамп его команда это тоже тертые политики они могут использовать политику доброго и злого следователя беларуси могут быть предложены какие-то открывшиеся новые возможности какие-то там скажем экономические преференции как свое время когда нужно было американцам сбить цену на нефть и они даже отменили санкции в отношении венесуэльской нефти например и таких таких случаев достаточно много поэтому нужно понимать можно нас стоит соглашаться на такого рода предложения если они поступят но помнить что они преследуют не интересы вашего государства а интересы так скажем переформатирование той или иной повестки американской и преработают исключительно на интересы американских транснациональных компаний которые давляющим большинство именно транснациональные так вот получается что бремя экономической войны будет приложена на европейцев а в этом смысле если бремя экономической войны перекладывается на европейцев нужно тогда искать новые возможности экономического сотрудничества новые коридоры транспортировки и так далее поэтому конечно столкновение интересов будет происходить за новые коридоры экономического развития вчера вот в россии был спущен на воду гигантские новейший леда кол чукотка и это показатель она так скажем стапелях стоят еще несколько таких гигантов это речь конечно развитие севера на морского пути и соответственно тоже на нового уровня коммуникации в этом смысле в строительстве таких гигантов которые занимают не один год конечно огромное внимание должно быть уделено и белорусским специалистам белорусским предприятиям на самом высоком государственном уровне и в этом смысле я что вижу что нам нужно вот обычным людям конечно делать свою работу каждый на своем месте очень качественно и хорошо заниматься образованием просвещением своих детей крепить наше сотружество наше единство потому что какой бы трамп не пришел да он всегда будет коллективный он будет выражать интересы определенный группа эти интересы и заметьте не тех групп в которых состоим мы глубоко враждебны нашим интересам поэтому битва продолжается и нужно быть готовым к разным вариантам но единство обязателен настрой только на победу вот тут я с вами не просто согласен а совершеннейшим образом согласен спасибо огромное елена георгиевна за этот увлекательный и полезный я надеюсь для всех кто нас видит смотрит и читает разговор спасибо всего доброго а